Ветеран Великой Отечественной войны, педагог и учёный Волготеха Николай Алексеевич Буденков отмечает 103-й день рождения. Поздравил именинника и глава республики Юрий Зайцев. Все подробности в материале Лии Славиной. Дожить до 107, а дальше будет видно, делится планами Николай Алексеевич. Его жизненный путь – школа, призыв в армию и прохождение службы на Дальнем Востоке. А дальше началась война. В 41-м Николай с однополчанами охранял границу от японских милитаристов. Затем получил направление в Горьковское училище зенитной артиллерии. Однако произошло событие, которое заставило тогда ещё молодого человека изменить планы. В боях под Смоленщиной погиб его брат. Николай, как и многие его сверстники, рвался на фронт. Он даже пытался обмануть медицинскую комиссию. Думал, если его не примут по состоянию здоровья в училище, то отправят на поле боя. Так, со своей частью Николай Алексеевич дошёл до Берлина и встретил заветную победу. Воспоминания о тяжёлых временах часто всплывают в памяти фронтовика. А вот о своей послевоенной жизни герой рассказывает весьма скромно. На самом деле у Николая Алексеевича богатая биография. После войны поступила в Институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии, преодолев большой конкурс. Было несколько предложений о работе в разных городах, но выбор пал на Ишкаралу. Здесь годы своей трудовой деятельности уже профессор и учёный-геодезист Николай Буденков связал с Волготехом. Глава республики Юрий Зайцев поздравил долгожителя и ветерана Великой Отечественной войны с днём рождения. Фронтовику исполнилось 103 года. В адрес фронтовика прозвучали тёплые слова и пожелания ярко отметить 80-летие Великой Победы в следующем году.